Друзья, здравствуйте! Это программа «Аргументы» YouTube-канала «Униан». С вами я, Талла Калатай, и очень рада представить вам моего сегодняшнего собеседника Валерия Кондратюк, украинский военачальник, генерал-лейтенант, глава службы внешней разведки Украины 2020-2021 годов, начальник департамента контрразведки службы безопасности Украины 2014-2015 год, начальник главного управления разведки Министерства обороны 2015-2016 год, заместитель главы администрации президента Украины 2016-2019 год, ну и как я уже сказала, глава службы внешней разведки 2020-2021 год. Валерия, я ничего не упустила. Ну, я упустила много чего, но вот основное. Все правильно сказал? Я сподіваюсь, что главные вопросы мы как раз залишилися без комментариев. Кстати, друзья, мы очень попросили Валерия перейти на русский язык, потому что помимо Украины, к сожалению, больше у нас русскоязычная аудитория, и не только из Российской Федерации, также Казахстан, страны Балтии, ну и в том числе наш контент адресован тем россиянам, которые хотят и способны воспринимать правду и объективную информацию об этой войне в Украине. Ну, а про кремлевским ботам, которые, конечно же, у нас пасутся в комментариях, всегда атакует наш канал, мы передаем привет и говорим, что ответ все-таки последует. Поэтому можете распинаться в комментариях, но как бы, поверьте, я кто кажет, я к мертвому припарке украинского. Валерий, и снова здравствуйте. Слава Украине. Героям слава. Валерий, с таким специалистом, как вы, не могу не обсудить Керченский мост, он же Крымский мост. Грандиозное событие. Второй раз. В день окончания зерновой сделки. По совпадению, скорее всего, год заявления, это такая годовщина заявления Медведева о судном дне за террористический удар Украины по Крыму. Как именно вы оцените это происшествие? Хочется услышать именно ваши мысли по этому поводу. Если коротко, то положительно. А если серьезно, я бы начал с того, что это мост, который, вы знаете, как не только событие грандиозное по поводу его уничтожения или, скажем так, уведения из строя, но не менее грандиозная была самостройка. Почему? Потому что, вспомните, в 2014 году Путин начал после аннексии Крыма, строительства. Оно продолжалось, по сути, 5 лет до 2018 года. Было потрачено сумасшедшее сумма денег 3,7 миллиарда долларов. Но мост, это не только та артерия, по которой соединял Краснодарский край с Крымом. Это было также и большое военное значение. Почему? Потому что переброска подразделений, вооружений, техники, боеприпасов и продовольствия все это осуществлялось именно благодаря Крымскому мосту и не только в Крым. А и сегодня на вновь оккупированной территории, это Донецкой, Запорожской, Херсонских областей. И вы помните, что 8 октября прошлого года произошла первая, скажем так, диверсия или выведение этого моста из строя. И буквально на следующий день мы столкнулись с сумасшедшей реакцией Путина. Ударами были направлены на все энергетические объекты Украины. И вы помните, наверное, как это был продолжительный период электростанции, подстанции, трансформаторы и как Украина погрузилась во тьму, в блэкаут. Но, слава Богу, благодаря миру, то, что мы не одни, все эти вещи были не только там восстановлены, но еще и прибыли новые технические возможности. Почему? Потому что взамен этой старой инфраструктуры, которая у нас была уничтожена, мы также получили абсолютно новые западные образцы, которые не только там более сегодня модифицированы, но и более, скажем так, эффективные. И, безусловно, когда произошел вот этот подрыв, выведение со строя второй раз моста, нам следует первый вопрос, который, в принципе, задает, что ждать нам от Путина. От Путина нам ждать ничего хорошего не стоит. Как это вот режима, который считает вообще, что Украина, такого государства нет, есть геноцид украинского народа. И подтверждение этому, это те события, которые были задокументированы международными организациями. Буча, это Киевская область, где, вы знаете, произошли там, в принципе, для всего мира в начале войны. Это те места, в которых находились там российские подразделения, и которые, потом, как выяснилось, не только там совершали военные преступления, вот, в виде там убийств гражданского населения, но и также издевательства. И тогда весь мир и вся Украина поняла, что, вы знаете, там убивали не местных жителей, там, на самом деле, убивали всю Украину. И сегодня я бы эти события сравнил, знаете, как вот есть такой символический мемориальный комплекс в Украине, в Киеве, Бабияр, где время Второй мировой войны было убито и расстреляно большое количество не только евреев, но и также украинцев, и поляков, и других людей. Вот, и сегодня вторая, второй Бабияр, но уже в современном мире, это как раз то, что Россия организовала на территории Киевской области, это Бучи. Вот, и, безусловно, эти преступления не должны быть забыты. Вот, возвращаясь к Крымскому мосту, вы знаете, сегодня идет наше контрнаступление. И за это время, пока мы ожидали в достаточном количестве то необходимое оружие или технику для разминирования, для того успешного, для обеспечения успеха контрнаступления, Россия, безусловно, это воспользовалось этим временем для создания сложных инженерных сооружений вот, и минных полей, вот, и также, безусловно, созданием, формированием новых воинских подразделений. И сегодня я хочу обратить внимание, что одно из этих формирований было сформировано на территории Крымсандарского края. Это новый армейский корпус, сороковой армейский корпус, части подразделения, которого перебрасывались через Крымский мост в сторону Запорожья, там, где сегодня и происходит главный удар, главное направление нашего контрнаступления. И для нас было важно не только, как бы, там, стратегически или, там, политически, там, очередной раз вывести этот мост из строя, но и более важно, это, наверное, сегодня оперативно-тактическое значение этого моста, которым перебрасывались эти ресурсы для того, чтобы это остановить и оставить, нарушить эти логистические связи, логистические центры, ну, скажем так, для того, чтобы не создавать возможности усилить эту группировку, которая сегодня находится в Запорожской области. Полотно, автополотно, оно повреждено, грузовой транспорт не уходит, да, перекрыто все, но железнодорожное остается. Насколько железнодорожное полотно имеет большое значение для той же логистики? Я бы хотел сказать, что, возможно, сегодня оно частично продолжит еще, там, движение, но это не значит, что мы на этом остановимся. Почему? Потому что для нас это, скажу, я как и сказал, не только символическое значение, вот, но и более важное военное. Поэтому будем искать новые возможности для того, чтобы окончательно вывести этот мост из строя. Вот, но очень много там для таких, знаете, как, не спекуляций, а вопросов связанных с тем, что сегодня западное оружие, которое поставляется в Украине, вот, было основное условие, что оно не должно применяться по территории России. Вот, на этот вопрос я бы сегодня ответил так, что, если касательно Крымского моста, не было сегодня ни одного факта, который бы подтвердил, что применялось западное оружие. Я скажу больше. Это применялись украинские разработки, были созданы надводные дроны, которые несколько месяцев назад также успешно прошли свое испытание при атаке города Севастополь, паре атаки, там, военно-морских кораблей российского флота. Вот, и после этого, вот, вторая атака, это уже была непосредственно организована на Крымский мост. Вот, вот, это показало эффективность, вот, и доступность. Почему? Потому что засвидетельствовала простые вещи, что, несмотря на то, что Крымский мост охранялся с большим количеством сил противовоздушной обороны, были снижены беспрецедентные меры безопасности для всех машин автотранспорта, который передвигался по Крымскому мосту. Это и остановка, и обязательный досмотр, вот, а также другие, там, антитеррористические меры. Использовалась даже такая баржа, баржа-ловушка, для отвлечения ракетного удара специальными, там, отражателями, ракетами, которые находились рядом с крымским этим объектом, с Керченским, вернее, давайте не крымским говорить, а Керченским мостом. Керченским, да. Так будет, наверное, правильнее со всех точек зрения. Вот. И эта баржа должна была на себя, там, как ловушка притягивать. Если бы Украина использовала какие-то ракеты дальнобойные, то она бы, в общем-то, должна быть, эти ракеты должны были, ну, головка самонаведения, реагировать на эту баржу. Вот. Кроме того, была антидиверсионная защита огромная. Представляете, там, в Черноморском флоте всегда, ну, долгое время, еще во времена Советского Союза, использовались боевые дельфины. Это дельфины, которые были специально обучены, вот, и использовались для обнаружения пловцов-диверсантов. Так вот, даже эти дельфины были, там, специально, там, там, тоже использовались для того, чтобы, для охраны этого крымского моста. Но, как выявилось, самым простым решением, это было использовано надводных беспилотных дронов, вот, которые на достаточно большой скорости. И, как выявилось, в России сегодня нет радиотехнических способностей их обнаружить своевременно. И вот, когда эти два дрона приближались уже непосредственно к Керченскому мосту, вот, они были выявлены визуальным наблюдением. Но, к сожалению, времени уже на реагирование было недостаточно. В общем-то, это привело к успеху проведения такой операции. Валерий, скажите, а как долго такая операция может готовиться? Уж хочется информацию всё-таки из первых вы что слышать, а не из догадок из сети. Я хочу сказать, что есть список объектов критической инфраструктуры, которые сегодня, или, скажем так, логистических маршрутов, которые постоянно являются целями для наших вооружённых сил. И сегодня рассматриваются разные варианты, те, которые наиболее, скажем так, доступные, наиболее легко осуществимые, и то, что сегодня может преодолеть противодействие сил противника. И выбирается тот вариант, который сегодня является возможным. Если первый удар был подрыв к машине, то сегодня это в дроны, завтра, я уверен, будет что-то другое. То есть это, на самом деле, что нам позволяет асимметрически отвечать России, это креативностью. Например, если мы вспомним удары авиационных дронов, беспилотных ударных дронов по авиабазе Энгельса. Вот это, я бы сказал, технологическая партизанщина. Так вот, этот сам дрон, который также производится в Украине, его себестоимость буквально 20-30 тысяч долларов. А для его поражения Россия вынуждена запускать, скажем так, ракеты противовоздушной обороны стоимостью до 1 миллиона долларов. То есть эквивалент, который там на наш беспилотник со стороны России, это, безусловно, очень хорошее соотношение, которое позволяет нам, скажем так, большим количеством вот таких вот асимметрических угроз сегодня лишать возможности Россию достаточных средств противовоздушной обороны. Какой реакции ждать от Кремля? Сейчас второй день, мало того, там зерновая сделка, хотя уже даже, по-моему, британская разведка сказала вот с утра, что выход из зерновой сделки готовился россиянами давно. То есть Крымский, Керченский мост не имеет к этому никакого значения. Но после Керченского моста, после этого инцидента, после выхода из зерновой сделки, они просто накрывают юг Украины всем, чем только можно. Сегодняшняя ночь не стала исключением. Опять жертвы среди гражданских уничтожают порты, терминалы, причем ракетами, с которыми трудно бороться нашей противовоздушной обороны, так как такие ракеты, как «Оникс», которые выпускаются с моря. Это та ответка, простите уж за сленг, который стоило ожидать? Или что-то будет еще, там же Песков что-то проблеял, что нужно разорвать контакты с Западом? Ответом будет цель достижения войны, которую, конечно же, никто не знает, так и не может понять, какие цели этой войны. То есть будут опять скрыть, как тогда с инфраструктурой зимой? Или может быть Крымский мост – это просто повод? Я бы сказал, что реакция там, безусловно, она будет там, и уже там то, что вот эти удары проводятся по, в принципе, инфраструктуре международных и украинских трейдеров, перевозчиков зерна. Это такие, как Кернел, Итера, GMA, GMA Group. Это почему? Потому что сегодня Россия продолжает бороться за рынки зерна. И вот то заявление Путина, которое он сказал, что сегодня ничего страшного, там это не угрожает голоду Африки, что Россия готова, ее производители зерновых культур готовы обеспечить, как и на торговых отношениях, так и, в принципе, на безвозмездной основе. Вот это как раз о том, что свидетельствует о том, что цель совсем другая. Вот эта цель – блокировать, устроить морскую блокаду в Украине. Почему? Потому что вот это зерновое соглашение, оно позволяло суднам, кораблям заходить в украинские порты. То есть это там было связано с этими самыми, ну, с экономикой. Вот и когда сегодня об этом было, то есть действительно британская разведка абсолютно права, их информация соответствует действительности, что целью является совсем другое. Целью является это продвижение своих собственных возможностей и организация морской блокады Украины. И как заявил сегодня Путин, с 20-го числа, с 20-го июля, не помню, там, с 20 или с 24-х, все судна, не важно под каким флагом они находятся, которые будут передвигаться по этому, будут считаться как кораблями, которые доставляют военные грузы Украины. Вот. Но вопрос сегодня в том, что Турция, также там мы обращались и к Турции, к нашим союзникам по организации обеспечения безопасности. И хотя там Турция, насколько я знаю, пока решение не принято, не приняло, все равно сегодня это вызов Путину. Почему? Потому что если будет принято решение организации безопасности, способна ли будет Россия тогда атаковать эти корабли, вот тем самым еще больше усугубив свое положение. А сегодняшнее положение Путина, это, знаете, положение Цунцванг, шахматной партии, когда каждый новый день его только усугубляет это положение. И не приносит никакого решения. Это я бы даже пошел немного дальше. Это уже очевидно в России. Очевидно в России. Почему? Потому что война бесперспективная. Холодная новая война с Западом, это вообще то, что не соответствует интересам. Вот. Не только олигархический круг, но и самим России, самой России. То есть, если Россия будет продолжать следовать по этому пути, этот путь к экономическому разорению и к нищете всех россиян. Неважно, кто сегодня поддерживает Путина или не поддерживает. Этот путь никуда. И в этом аспекте очень важно, чтобы люди это понимали. То, что их, по сути, обманули. И вот этот марш Пригожина, его обращение к россиянам, которое было всего 6 минут, но оно, по сути, было, знаете, как очень правдивым. Почему? Потому что он говорил действительно правду, которая пробила, наверное, несколько метров асфальта путинской пропаганды. Я сегодня для наших телезрителей хочу повторить, в чем была важность этих, не только самого марша Пригожина, но и вот этих его заявлений. Он сказал абсолютную правду для обращенности ко всем россиянам. Это первое. В том, что цели военной специальной операции, которые были объявлены, они абсолютно не соответствуют правде. А это вранье, ложь. Вот никакой НАТО, ни Украина никогда не собирались нападать на Россию. И это был всего лишь предлогом для того, чтобы осуществить имперские замашки Путина, который, как он себя представлял до начала операции, собирателем русских земель. Второй важный аспект, который сказал Пригожин, который следует сегодня опять-таки знать нашим телезрителям, это то, что абсолютная некомпетентность российского военного командования. И это не только подтверждается неудачами, и вообще отсутствием каких-либо удач на поле боя за все это время. Ну и также подтверждается огромными потерями, которые несет Россия. Не только в технике, но и в живой силе. А это сегодня, по самым скромным оценкам, уже более 250 тысяч россиян. Валерий Валерьевич, вот все-таки я понимаю, я тоже слышала это интервью, признание, не знаю, там спича очередной Пригожина, военного преступника, кстати. Но у меня возникает вопрос, да и не только у меня, я уверена, почему вдруг сейчас этот военный преступник начал говорить действительно правду, вот то, что он говорит, это соответствует действительности, как ни крути, да, но главное не забывать, что он преступник в первую очередь. Почему он начал это озвучивать? Изначально был заложен конфликт между его группой и руководством Министерства Вороны. Почему? Потому что само присутствие ЧВК, частных военных компаний, это подрывает единоначалие. Вот, и самое главное, то, что смотрите, это же организация, которая была признана террористической во всем мире. То есть, многие правительства сказали, что ее действия в Африке, там, и в других там странах, вот, на Ближнем Востоке, в Сирии, вот, это как раз те действия, которые там, и там, убийство людей, там, и много-много то, что как раз в соответствии с военным преступлением было признано. И Россия всегда отрицала, что эта организация как-то связана с российским государством. Но когда Путин потом показал, сколько всему миру, что это было государство, финансировалось это все, то это как раз показывает, что Путин сегодня и российская государство с государством спонсором терроризма. Тоже очень немаловажный аспект. А почему возникло? Почему? Потому что этот конфликт, он был неразрешимый. И он действительно ввел к тому, что рано или поздно он должен был обострить все эти противоречия, которые было между Министерством обороны и группой Пригожина. Если поначалу это происходило в публичной плоскости, вы помните взаимные обвинения, и некомпетентности, где снаряды, и всякие обращения, дискредитация того же Шойгу, Герасимова полная, то потом это все пришло к активным действиям. И эти активные действия как раз вызвало то, что Пригожин на самом деле рассчитывал на поддержку, которая была предварительно согласована со многими генералами и командирами многих подразделений. Единственное, что подвела Пригожина, это такое было на эти выражения, зэка подвела его чуйка, его интулиция. Когда его подразделения находились рядом с Москвой, почти там 125 километров, он ощутил, что отсутствие поддержки. И это его остановило, так же, как и в этот момент его пытались постоянно там вести какие-то переговоры. И не только Лукашенко, и губернатор Тульской области, Дюмин, и руководство ФСБ, все это пыталось для того, чтобы нейтрализовать. И на чем они остановились? Что ему было перечислено те 4 миллиарда долларов США, его задолженности, задолженности перед ним со стороны государства России. И вот как только эти деньги были получены и достигнут компромисс, обещания, что будут отстранены должности Шойгу и Герасимов, тогда, в принципе, этот марш был остановлен. Но для нас важно понимать то, что мятеж не был подавлен. Он был остановлен самим Пригожиным. И после этого Путин, для того, чтобы вообще там как бы не потерять, знаете, какое-то влияние на своих силовиков, потому что люди, которые боятся репрессий, они способны еще на более отчаянные поступки. И для этого он взял паузу. Он провел там, насколько известно, сегодня 29 июня дополнительную встречу с руководителями боевых подразделений группы Вагнер и самим Пригожиным в Кремле. Якобы у них было выслушано предложение, достигнуть компромисс, что сейчас переходит подразделение, состав вооруженных сил, остальная часть будет передислоцирована на территорию Белоруссии по политическому согласию с Лукашенко. Но самое главное не это. Причины конфликта не были устранены. И Путин просто отложил какой-то вопрос. Хотя он сегодня пытается купить лояльность своих силовиков, увеличивая им к нему зарплату, было объявлено согласно заявлению, что на 10,5% увеличена зарплата всем силовикам и военнослужащим. Но на самом деле это просто какие-то меры для того, чтобы снять внутреннее напряжение. Почему? Потому что он, знаете, пытается восстановить свою репутацию на международной арене. Показать, что он сильный лидер, который все контролирует. Но самое большое для него это было все-таки, мне кажется, репутационный удар. Почему? Потому что весь мир, весь Запад всегда считал, что Россию нельзя унижать. Нельзя там Путина ставить, загонять в угол. То есть он способен на любые вещи. И действительно мы увидели этим мятежом, что Путин способен на любые вещи. И главная вещь это он способен на любое унижение ради спасения своей власти. И если лидер государства объявляет утром, что террористическая организация там проводит там мятеж и проводит какие-то вещи. А я напомню потери, которые было понесла российская армия в результате этого мятежа. Было сбито 7 боевых вертолетов с экипажами и уничтожен самолет самолет-разведчик, который был очень там скажем богдорогой радиоэлектронной аппаратуры. То есть командный пункт управления, воздушный пункт управления. И эти все вещи оставляются безнаказанным. Так же, как и гибель военнослужащих. Этим террористам, которые были объявлены, поддаются возможность покинуть страну. И так же даются гарантии безопасности и больше перечисляются деньги. И вот эту слабость Путин увидел весь мир. И вот хищники, которые внутри России, в том числе, которые вот недавнее заявление самого уже Гиркина-Стрелкова, где он сдал Путина полным ничтожеством, которое там столько длительного времени находится во власти, это как раз обостряет и говорит о том, что это была только первая часть этого мятежа. И я считаю, что в ближайшее время будет продолжение. Как интересно. А кто продолжит? Мы вот видим, например, в последнее время, что все больше генералов и военных командиров идут по стопу. Он пригожен, а дошло даже до того, что после отстранения генерала Теплинского его солдаты-десантники угрожают отступлением с Хирсонщины и походом на выручку Батя, простите, цитата. Действительно ли это может быть продолжением вот этой борьбы генеральских кланов? Мы станем стеной на защиту чести и достоинства нашего командующего. Мы настроены очень решительно. Вплоть до того, что снимемся с позиции и пойдем на выручку нашему Батю. Я абсолютно не исключаю и даже больше скажу сказать, что именно в военной среде полностью подорвано доверие к руководству страны и к своему командованию. Это и к министру обороны и к Шойгу. И гораздо больше сейчас авторитет имеют те полевые командиры, такие как Теплинский, бывший командующий Южного округа, командующий десантными войсками, которые попадали в немилость. Почему? Потому что опрос и Суровикина, и всех остальных генералов, он показал в том, что действительно Пригожин на эти действия решился не самостоятельно. То есть, это не был тот, знаете, голая пешка, которая решила стать королевой, потому что король голый. А пешку кто-то двигал. И второе немаловажное значение это то, что, наверное, это были не только военные, но и какие-то финансовые круги связанные, которые достаточно, скажем так, мощные, одни из башен Кремля, которые, видимо, ждали какого-то результата. Но по традиции, русским традициям, знаете, как никто никогда не хочет вмешиваться во время заговора, все ждут результата, то есть, прихнуть победителем. И поэтому они уже дали до последнего. И почему я сказал, что зэка подвела чуйка, интуиция, если бы, мне кажется, вот он эти 125 километров не остановился, вошел в Москву, тогда бы все бы посыпалось как домино. И те подразделения, которые планировали перейти там, или командиры объявить о лояльности, я думаю, чтобы все это произошло. Но, к сожалению, для нас мы на эти не получили желаемого, потому что для нас очень было важно ожидаемо то, что, скорее всего, было вынуждено командование снимать боевые подразделения с территории Украины и перебрасывать для защиты там, скажем, власти на территории России. Да, этого как раз мы и хотели. Кстати, как вы относитесь к версии? Вот Михаил Шительман недавно в нашем с ним интервью высказал, что вот эту власть в России, которую бы военным путем можно было бы свергнуть, и Пригожин, в частности, на него надеялись, могли бы перенять Абрамович с Ходорковским. Я не исключаю, и даже скажу честно, это как раз те люди, которые активно сейчас вращаются, они ведут активный диалог с Западом, вот, и такие контакты даже не только они, но и при поддержке ФСБ, сотрудников ФСБ, потому что контакты с ними, представители ФСБ, были зафиксированы западными спецслужбами еще в апреле этого года. То есть, идут определенные договоренности, которые именно направлены на то, чтобы найти тот консенсус нового лидера России. Почему? Потому что понимая, что война бесперспективна, затягивание войны ведет только к потере этим, скажем так, олигархами еще больше сотни миллиардов долларов, вот, а Путин готов продолжать уничтожать россиян сотнями тысячами, для того, чтобы защитить свою, скажем так, власть. И, безусловно, они понимают, что это все бесперспективно, выхода нет, и выход только один, это поменять сегодня, найти нового лидера, вот, и поменять Путина. То есть, по сути, есть два движения. Первое, революционное, это когда приходят националисты, типа Гиркина, Стрелкова, это за путинизм без Путина. Или второй вариант, это то, что сегодня, скажем так, холодная передача власти, когда элиты договариваются между собой, находят компромиссное решение преемника, пока он садик без головы, то есть, эту голову ищут, но как только найдут, ее прикрутят, и я думаю, что тогда Путина предложат как Ельцину отказаться от власти по состоянию здоровья, передать какие-то полномочия, и на следующие выборы президентские, которые состоятся в России в следующем году, а возможно, и будут досрочные выборы, власть, и новый преемник, он как раз и должен будет ответить на главный вопрос, что делать с войной. этот вопрос должен быть один, прекращать эту войну, вот, и выводить войска, вот, и это будет тем, одним из условий, на которые возможно входит список плана, мирного плана Владимира Зеленского, вот, после декупации всех наших территорий, мы можем начинать с России какие-то переговоры, но это не будут переговоры сегодня ни с Путиным, ни с его окружением, то есть это должен быть какой-то новый лидер России. Сейчас вспоминается ваше интервью, в котором вы сказали, что Путина к власти привели олигархи, обвели Ельцина вокруг пальца и вместо Немцова поставили Путина, то есть есть шансы, что эти же люди его и снимут с власти, я тебя породил, я тебя и убью. Те люди, которые породили Путина, он их давно уже убил. Он их давно убил. Да, но есть другие, которые в принципе он создал. И знаете, как вот была такая песня о Вечем Олеге? И принят он смерть от коня своего. Я, конечно, утрирую, это не от Лаврова, но от кого-то другого. Хотя, кто их там знает? Ой, это правда смешно. Недавно в Сити появился ролик, в котором полевой командир Чевака Вагнер говорит от имени командиров остальных, что он сейчас находится в Беларуси. Указывает это, говорит, что это не конец. Вот то, что вы как раз перед этим говорили, что Российскую Федерацию потрясут. Новые события вагнеровцы договорились с кадыровцами внимание об этих событиях. Как думаете, правда ли это? И все-таки для чего Лукашенко пустил вагнеровцев в Беларусь и видим, что они прям какими-то там пачками туда идут и начинают там обосновываться? Лукашенко вышел победителем. Человек, который максимально приобрел от этого соглашения, которое было заключено между Пригожиным и Путиным. Почему? Потому что какое унижение для Путина обратиться к Лукашенко за посредничеством? И второе, очень важное, что Лукашенко сегодня получил свою личную гвардию. То, на что рассчитывал Путин, на самом деле получил Лукашенко. Почему? Потому что мы вспомним несколько лет назад, как в Беларуси проходили президентские выборы. Перед этим Лукашенко зачистил электоральное поле даже пророссийских кандидатов, в том числе Бабарико, там банкира. Все были в счета банки арестованы. Все посажены под арест. И все равно, даже несмотря на то, что Беларусь является очень спокойным, миролюбивым народом, они вышли на протест. И протест был связан, вот главный момент, который я хочу сегодня также обратить, не был связан с тем, что они выступали за какие-то демократические ценности европейские. Они также не выступали за отделение от России, как это было в Украине, чтобы влияние России убрать. Они выступали вечно против Лукашенко. Почему? Потому что они устали от столь 24-26 лет при власти от одного и того же правителя. И вот следующий протест, который будет Беларуси при любых ближайших демократических выборах, он будет иметь совершенно другой характер. Почему? Потому что сегодня большая группа молодых ребят из Беларуси, которые действительно ценят не только принцип свободы, но и сегодня понимают, в чем демократия, они сегодня помогают нам защищать Украину. И был сформирован белорусский подразделение полкалиновского. И вот мне кажется, вот эти ребята, которые сегодня получили боевой опыт оружия, безусловно, они уже не будут теми мирными жителями, которые будут просто стоять и ждать, когда Лукашенко в очередной раз напишет себе 75% поддержки на выборах. Безусловно, эти люди будут готовы уже с оружием защищать будущее Беларуси. И именно этого боится Лукашенко. Именно для этого нужна вот эта банда головореза Вагнера. Вот, и по сегодняшним оценкам, там уже пятая или шестая колонна туда заходит, это ориентировочно 10 тысяч человек. И хотя сегодня ихняя главная задача, как была озвучена Пригожиным недавним заявлением, это обучение, подготовка белорусской армии. Он сказал, что сделает ее вторая армия мира. Правда, непонятно с какой стороны. Тем не менее, это дает ему сегодня Лукашенко возможность держать именно вот такую группу головорезов для подавления, вооруженного подавления любого демократического протеста против себя. А какие мотивы могут быть у Кадырова и кадыровцев, которые, возможно, первый раз специально не доехали до Ростова помогать в этих всех потрясениях. Почему эта связка Пригожин-Кадыров распадается, но все-таки соединяется в итоге? Ситуативные союзы возможны только тогда, когда все понимают бесперспективность сегодняшней власти. И уже даже Кадыров, который всегда говорил Рахмат Рахат Лукум Путин, я так шучу, даже он сегодня понимает, что Путин обречен. Путин обречен, почему? Потому что в России нет будущего, когда ее президент является военным преступником, на который выписан международный ордер. И это дальнейшая политика и социализма, и полной экономической нищеты. И Кадыров, безусловно, имея вот эти все коммуникации с силовиками, и все, он сегодня понимает, что если Россия ослабнет, или произойдет какие-то движения, которые приведут к распаду России, он, наверное, первый объявит Чеченский Эмират, потому что у него есть все, у него есть армия, у него есть свои финансы, то есть он точно не захочет кому-то подчиняться, он скажет, объявляет себя созданием независимой и так далее, скажет, почему там получилась автономия Осетия, а мы не можем получить автономию, которая даст нам все эти возможности. И я думаю, это будет не только Кадыров, почему, потому что сегодня на территории многих регионов России созданы такие частные армии, и хотя они формально создаются для того, чтобы вроде бы как подготовка подразделений, которые будут принимать участие в боевых действиях на территории Украины, но на самом деле все губернаторы и все местные элиты, они сегодня готовят свою собственную армию на случай смуты. Это не только региональные органы, представители элиты, но и также какие-то коммерческие, это как и Газпром, и там все, что связано с Росатом, и другими организациями, которые не только для того, чтобы защитить свои объекты, но и также во время смуты иметь свои собственные силовые возможности. Это о том, что государство России как никогда слабое, и оно потеряло сегодня монополию на власть. Монополию на силу, простите. Ну, в принципе, получается, вот дни бункерного сочтены, и просто ему нужно найти замену. Правильно? Вот если подытожить всю эту историю с путинским режимом на данный момент. Это правда. Я думаю, что мы ближайшее время станем свидетелями таких событий. Почему? Потому что вот этот всадник без головы, про которого мы сегодня вспоминали, он уже посажен на коня, он уже движется, и сегодня вопрос только в, скажем так, соглашениях между элитами и с оппозицией. Почему? Потому что им нужно найти тот компромисс, который сегодня бы устроили многих. И это, может быть, мне кажется, выбор будет в сторону силовика. Почему? Потому что какой-то либеральный человек из оппозиции, наверняка ему будет тяжело удержать в России от таких как Кадыров или других каких-то командиров. Возможно, это будет Дюмин. Почему? Потому что это выкормыш политического инкубатора Путина. Это человек, который взглянул уличную охрану, силы специальных операций во время 2014 года, организовал операцию по вывезению Януковича из Украины. Также, будучи на должности замминистра обороны, принимал участие в организовывал захват Крыма. То есть, это человек, который прошел все политические должности сегодня на должности губернатора. Он, возможно, будет такой компромиссной фигурой. Ну, и если будут взяты во внимание международные, скажем так, вещи, предпосылки, то, наверное, это также может быть Мишустин. Это то, что сегодня Китай продолжает являться стратегическим не только экономическим партнером России, но и военным. Вот и в этой сфере Китай сегодня в общем-то объективно смотрит в сторону Мишустина. Украина внегласно как-то может влиять на того человека, который будет головой этого всадника без головы? Вы знаете, нам по большому счету должно быть все равно какая-то будет голова Мишустина или Дюмина или там кого-то другого. Мы должны создать такие условия, при которых Россия навсегда откажется от возможностей нападать в Украину и не будет иметь таких возможностей, так же, как и бомбить наши города. Вот для этого нужна наша безусловно военная победа, которая окажет успех нашего контрнаступления, которая окажет дополнительное давление внутри России не только на Путина, но и на его окружение. А это может быть не только освобождение Крыма или уничтожение крупной группировки российской, которая попадет в котелку в ближайшее время. Вот, то есть военные успехи должны привести к политическим изменениям в России. Вторая наша задача это, безусловно, вот эти изменения должны быть настолько качественны, чтобы демонтировать режим Путина. Ну, а третья наша задача, которая наморальная перед нашими, знаете, людьми, которые погибли от рук российских палачей, это то, что мы никогда не должны просить этим убийцам. И для нас война закончена, наверное, только тогда, когда последний военный преступник будет найден и наказан. Вот, а для этого мы будем использовать все возможности, которые будут в руках нашего государства. Если будет возможность притянуть их к юридической ответственности в суде в ГААГе, это хорошо. Если нет, то значит будем тогда искать какие-то другие возможности. Но это аморальный долг нашего государства перед этими людьми, перед нашими гражданами, которые погибли. То есть возможен у нас и в Украине свой МОСАД. Он уже есть. В данном контексте я бы сказал, МОСАД это вот такая функция, это всего лишь одна из функций сил специальных операций и разведывания специальных служб Украины. Кстати, в целях ГУР есть Владимир Путин и его приспешники, о чем говорили представители ведомства. Кто, кроме Путина, может входить в этот список и реально до них достать? Я бы в этот список сделал немножко больше. Почему? Потому что должны входить все, те, кто принимал решения. Это было, Путин тогда размазал эту ответственность на, скажем так, на коллективную во время совещания, не совещания, проведения заседания Совета национальной безопасности России, где коллегиально принималось решение о начале военной операции против Украины. Безусловно, это те депутаты, которые также проголосовали за разрешение применения. Также это могут быть те коллаборанты, которые сегодня Россия нашла для оккупированных территорий. Это политики третьего уровня. Почему? Потому что вторжение как раз консолидировало Украину. И Россия была и вынуждена искать каких-то, знаете, отбросы общества Украины для того, чтобы их там как-то поставить и привести к власти. И такой список, в общем-то, он может продолжаться. Но самое главное, это еще и те командиры, и те непосредственно на случай, которые принимали участие в убийствах гражданского населения и совершении именно военных преступлений на нашей территории. Кстати, Кирилл Пуданов в одном из интервью рассказывал о двойниках Путина и говорил, что они точно есть. Исходя из этого, предполагаем, что ГУР, судя по всему, годами ведет учет этого. Можем ли мы воспользоваться случаем и у вас узнать детали, так ли это? Я думаю, это уже никакая не тайна. Действительно, федеральная служба охраны Путина использует двойников. И простой к этому доказательство, то, что сегодня там может там любой, скажем, наш телезритель самостоятельно увидеть и убедиться, это вы вспомните встречи Путина с лидерами Большой Семерки и с Эммануэлем Макроном, и с канцлером Германии Шольцем. Это не только карантин, сдача анализов, но и длинный передлинный стол. Точно так же, как и заседание его с руководителями непосредственно его силового блока. Это либо видеоконференции, либо опять-таки длинный передлинный стол, в конце которого сидит Шойгуль и Герасимов. И потом обратите внимание на кадры, когда Путин путешествует по России, завершает какие-то свои рабочие поездки, и во время этих поездок подходит к населению, обнимается, фотографируется. Вот это вообще не вяжется никакой, никак-то с вопросами безопасности, исходя из того, что насколько он боится не только какого-то заражения, какого-то вируса и тому подобного. То есть, это как раз подтверждает информацию, что действительно используются двойники, которые живут на специальных государственных дачах, у которых ограничения возможностей по перемещению. Это их недобровольный контракт на самозаключение. Вот вряд ли у них хорошие возможности быть в семье. Почему? Потому что их нужно постоянно гримировать. И даже для того персонала, который имеет к ним отношение, это, наверное, очень достаточно узкий круг лиц. Но нам надо в этой ситуации опять улыбнуться. Может быть, Путин расчет это то, что он одного из двойников может отправить ГАГу, и поэтому за ним всегда, за настоящим реальным Путиным ходят Федеральные службы охраны и собирают его экскременты для того, чтобы не установить ДНК, кто же из них настоящий. Я к тому, чтобы наши зрители улыбнулись. Почему? Потому что вся Россия Путина это фейковая и даже президент у них фейковый. Мы никогда не знаем, есть ли он настоящий сегодня реально или опять какой-то двойник. Это же распространенная практика двойников. Возможно, кто-то из украинских политиков использовал такую практику? Это нераспространенная практика. И я хочу сказать, это как раз именно практика тех диктаторов, которые боятся покушения на себя. Мне неизвестны факты, которые бы подтверждали, что кто-то из украинских политиков пользовался двойниками. В одном из своих интервью вы говорили, что Российская Федерация начала засылать в Украину своих агентов еще в 2005 году. До сих пор наши спецслужбы находят таких лиц. Вопрос, сколько времени нам понадобится, чтобы переломить эту ситуацию, переловить всех, снизить их влияние, их активность до минимума. Ведь это на самом деле очень важная проблема, например, опасения Запада по Украине в ЕС и НАТО, условно, как принять страну в эти структуры, в которой могут быть вражеские шпионы, которые могут сливать важную информацию врагу. Хотя, в принципе, понимаем, что в Европе тоже есть агенты Кремля. Алла, я хочу сказать, агентов не высылают, агентов засылают. А, сори. Да, но в этом конспекте я хочу сказать, почему в 2005 году было замечено большое как раз такое агентурное такое, знаете, как маршрутирование этой агентуры на территорию Украины. Почему? Потому что тогда уже Путин готовил военную операцию. И вот задача этих агентов это было обеспечить контроль возле нахождения каких-то стратегических объектов. Потом подготовку гибридных мероприятий. Почему? Потому что доктрина Герасима она как раз и подразумевает и предусматривает начало проведения гибридных операций. То, что они сделали по сути в Крыму. То есть захват какими-то формированиями, которые выступают под, ну, как какие-то силы территориальной обороны, обечественных объектов, зданий, то есть провозглашения, то есть нас там нет и тому подобное. И вот для этого в принципе и засылались эти люди. А про которых вы говорите, те, которые находятся непосредственно, скажем так, агенты влияния, которые могут там влиять на многие политические вопросы или иметь доступ к государственной тайне, безусловно, это сегодня проблема, которую мы всячески решаем. И вот сегодня война, она выступила катализатором. Почему? Потому что она требует сегодня России от своих агентов, которые до этого могли просто где-то наблюдать, снимать информацию. а она сегодня от них требует каких-то более, скажем так, решительных действий. Если время на проведение какой-то операции, допустим, необходимо было там, ну, гораздо больше, то сегодня это все сокращается до минимума. Это как раз дает возможности нашей контрразведке таких людей выявлять, арестовывать и привлекать к ответственности. Работы впереди очень много. Почему? Потому что я уверен, сегодня не все выявлены. Почему? Потому что после того, как не состоялось ожидаемое, захват Киева за три дня, многие просто сегодня присели и не выходят на связь с русскими кураторами. То есть, они понимают, что уже Путин обречен и многие просто оборвали эти связи. Но это не значит, что российские спецслужбы отказались. Будут продолжаться шантажем, будут продолжаться угрозы выдать их и если ты не уходишь на связь, то мы либо сами тебя покараем, либо выдадим украинской контрразведке. Поэтому я хочу воспользоваться этой возможностью обратиться сегодня к таким людям, которые попали в сложную ситуацию, которые, неважно, по каким причинам дали свое согласие на сотрудничество с российскими спецслужбами. Сегодня пришло время остановиться. Почему? Потому что пока не поздно. Завтра будет поздно, завтра уже придут к вам. И сегодня самое простое, что вы можете сделать, это обратиться в органы государственной безопасности и за поддержкой и помощью в связи с тем, что ваша деятельность, она, по сути, бесперспективна. Я надеюсь, вас услышали и услышат еще. Действительно, обращайтесь, так как лучше сдаться в украинский плен, чем умереть в украинской земле. Я думаю, точно так же с теми приспешниками российской агентуры. И напоследок, ну не могу у вас не спросить, очень интересно, правда ли, что некий Мураев, такой персонаж, планировался Кремлем быть поставленным вместо Зеленского? Вы знаете, у России было несколько таких вариантов. Один из них это возвращение Януковича, его легализация в юридическом, юридическом, легализации в Украине с помощью судов, в том, что суды должны дать заключенное решение о том, что Янукович был незаконно соединен от власти. И именно Янукович на первом этапе, после захвата власти, должен был организовать, дать, подписать соответствующие указы о проведении досрочных выборов, для того, чтобы правительство, которое сегодняшнее, если бы оно было, то было бы в Экзиле. И для придания это все, скажем так, юридических норм, должен был задействован Янукович. В дальнейшем, безусловно, Россия, Мураев рассматривался, но я думаю, не только Мураев. На самом деле, Мураев могло быть одним из, скажем так, тех людей, которые показать, что Россия на самом деле только поменяла режим, а дальше Украина развивается. Но мне кажется, должна была быть более сильная фигура. И, скорее всего, это был Медведчук. Понятно. Валерий, нужно заканчивать. Мне, конечно, сложно, мне очень интересно с вами общаться, но все-таки будем иметь честь и не задерживать вас. Я благодарю за то, что согласились побеседовать с нами, что наши зрители, конечно же, уверенно, много для себя откроют. А я им напоминаю, что надо подписываться на канал Униан, ставить лайк этому видео, шерить его и оставлять свои комментарии. Мы все их читаем, это уж поверьте. Друзья, с нами сегодня был Валерий Кондратюк, украинский военачальник, генерал-лейтенант, глава службы внешней разведки Украины 2020-2021 годов, начальник департамента контрразведки. Я все-таки хочу повторить ваши регалии службы безопасности Украины 2014-2015 годов, начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины 2015-2016 годов, заместитель главы администрации президента Украины 2016-2019 годов, ну и, как я уже говорила, глава службы внешней разведки Украины и член СНБО тоже с 2020 года. Валерий Витальевич, спасибо вам огромное. Слава Украине! Героям! Спасибо! Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...